Всем привет! Как всегда, спасибо за то, что вы здесь, за то, что мы вместе, за то, что мы слушаем рок-музыку. Напоминаю о существовании плейлистов, там очень много уже пластинок, если вы хотите увидеть какую-то пластинку, не пишите мне в комментариях сначала, посмотрите в плейлисты, может быть она уже там есть и уже показана. Ну а потом пишите в комментариях, если данная пластинка есть у меня дома, то я с удовольствием ее покажу и что-нибудь про нее скажу. Пару, тройку теплых слов, как я люблю. Я вообще всех люблю, я музыку не критикую, как правило. Я могу сказать, что мне что-то не нравится лично, но так, чтобы говорить, что эта группа говно, а эта группа не говно, я такого не говорю никогда. Потому что каждый музыкант имеет право играть то, что ему нравится, и если это не совпадает с моими вкусами, то это моя проблема, а не музыканты. Хочу вспомнить замечательного певца, я не оговорился. Нашел у себя, ну как нашел, просто достал из полки пластинку, который я сто лет не слушал уже. Вот сейчас переслушал, полюбовался. На нее неизвестная песня Виктора Цоя. Вот она. Такая странная компиляция, но она хороша. Она хороша тем, что действительно песни не вошедшие ни в один альбом, точнее версии песен, которые не вошли ни в один альбом. Хотя, может быть, то, что записано «Вишни» уже где-то опубликовано, кроме этого альбома. А может быть и нет. Я не помню точно, столько выходило уже в группы кино разных релизов, что я не в курсе просто. Ну, пластинка мне очень нравится. Во-первых, это моя юность, это прекрасный период, когда мы очень дружили с Виктором и вместе играли, вместе записывали, вместе проводили все практически свободное время, что не совсем правильно. Потому что, когда люди проводят на протяжении трех лет все свое время вместе, они могут друг другу надоесть. Но это уже другая история, другая тема. Наверное, многие знают, как записаны песни, которые мы играли здесь вместе. Я хочу сразу сказать, если вы эту пластинку где-нибудь, если вы ее не имеете, а решите где-нибудь ее купить, то здесь роковая ошибка содержится. Здесь совершенно перепутаны, перепутано кто где играет, скажем, и песни, записанные в студию «Вишни», определяются как песни, записанные в малом драматическом театре. И наоборот, то, что записано в малом драматическом театре, определяется как песни, записанные у «Вишни дома». Это все неправда, но на самом деле по звуку очень легко определить, где что записано, поэтому эта проблема небольшая. Спасибо огромное Валерию Кириллову, покойному барабанщику группы «Зоопарк», который приложил невероятные усилия для того, чтобы эта пластинка появилась на свет. А это были безумные девяностые годы, веселые, с одной стороны страшные, с другой стороны веселые, когда можно было делать практически все, что угодно. И Валера Кириллов с Марьяной напечатали очень большим тиражом вот эти пластинки на Санкт-Петербург завод грампластинок. Вот у нас взяли и сделали эту штуку. Что так вот с Панталыку? Ну, в Советском Союзе это было вообще невозможно сделать, а сейчас это тоже непросто, потому что, ну, там это целая история. У меня существует два моих виниловых альбома, и я знаю, как происходит производство этих пластинок. Это длинный извилистый путь. Ну, собственно, по нему проходят все музыканты, которые выпускают виниловые пластинки сейчас в нашей стране. А тогда это как-то получилось так раз и легко, и сделали. Огромное спасибо Марьяне Цой, конечно, которая приложила не меньше усилий, чем Валера Кириллов. Наверное, поровну. Ну, я помню, как пришел тираж этого альбома, и мы, я, Саша Харбунов, Валерка Кириллов, кто-то еще, не помню, кто. Мы разгружали огромную газель, газель, газель с коробками пластинок. Их было дофига просто. Я не помню, не помню, какой тираж тут. Тираж 155 тысяч. Ничего так. И мы этот тираж разгружали и поднимали в комнату майка в коммуналке. И забили комнату майку до потолка коробками с пластинками. Очень боялись, что поедут стены, потому что пластинки весят достаточно много. А когда до потолка забита комната полностью виниловыми пластинками, это, конечно, да, как бы пол не провалился там и все прочее. Но постепенно это все разгрузилось, разошлось по магазинам, по людям, по разным оптовым точкам. И стоила пластинка очень дешево сначала. Ну, 90-е годы, тогда еще, в общем, все это было легко. Сейчас она, мне сказали, уже каких-то серьезных денег стоит. Вот именно это издание первое. Ну, на самом деле, очень кайфово. И я горд, и счастлив, что мне довелось все-таки хоть немного, но поиграть с Витей, все-таки года четыре мы в общей сложности с ним болтались, и сочиняли, записывали, и пели песни, и давали концерты. Это был кайф, конечно, было здорово. Несмотря на то, что играли вдвоем на двух акустических гитарах, там иногда и на электрической. Пара концертов в рок-клубе было электрических. Все-таки на втором концерте уже Юра Каспарян присоединился к нам, и это было, конечно, великолепно. Мы не боялись ничего вообще, не боялись сфальшивить, не боялись того, что песня не понравится кому-то, не боялись того, что мы вышли за рамки, мы были свободные, веселые, ленинградские, почти панки. Мы уже вышли из компании Андрюши Свина-Панова, с которым я до сих пор поддерживаю хорошие отношения, несмотря на то, что его нет в материале, мире. Но вот совсем недавно мы отмечали его день рождения, и Лея Петровна, его мама нас принимала, а Олег Кавриго подарил вот эту только что вышедшую пластинку «Рэган Провокатор» Андрюши Панова, о которой я расскажу потом отдельно. Так вот, мы уже не были панками, но мы были такие битнички, и мы были совершенно свободны, веселы, полны сил, энергии, и нам было вообще все нипочем, что и отражено на песнях этого альбома. Я начал со слова «вокалист», и я скажу вам, да, что Витя, потрясающий певец, с удивительным голосом был. Тогда на это как-то не обращали внимания, почему-то. Но сейчас уже взрослыми ушами, да, все понимая, слушая то, как он поет, это... Я не скажу, что это фантастика, но я скажу, что это очень круто. Это очень крутой певец, и все те люди, которые пишут в интернете, что, видите, там, это не умеет петь, бу-бу-бу, там, это да-да-да. Это напоминает мне приемную комиссию рок-клуба, еще первого состава, когда мы пришли, так сказать, вступать в рок-клуб, нам сказали, что, ну, это какие-то песни дворовые, из-подворотни какие-то, гопники только могут петь такие. Ну, благодаря коррупции в лице Миши Фанштейна, басиста группы «Аквариума», нас все-таки приняли в рок-клуб. Ну, там еще люди помогли разные. Так вот, это потрясающий певец. Он настолько точно интонировал, настолько с таким чувством все пел, так правильно сложные мелодии, которые он писал. Они сложные. Они сложные сами по себе, они сложные для пения. Ребята, это просто надо слушать, и те, кто говорят, что это гопнические песни, у них просто нет ушей. Просто нет ушей, нет понимания музыки, в принципе. То есть они, в принципе, музыку не слышат. Это же относится к тем, кто считает, что группа кино уже второго электрического состава, это копия группы «The Kew». Это тоже парни без ушей вообще. Без ушей, без, без, еще раз повторюсь, без понимания музыки. То есть это все, вся музыка проходит мимо них. Они видят только внешнюю какую-то сторону, а музыку не... вообще нет. Здесь настолько круто все спето. Я отвечаю за те песни, которые мы записывали с него в малом драматическом театре. Это «В поисках сюжета» «Весна», «Последний герой», «Я из тех», «Лето». Я видел, собственно, я играл, я видел, как это все происходило. Никаких нахрен дублей. Витя встал у микрофона и спел вот эти песни с одного, с двух раз. Вчистую. Никаких компьютерных, никаких тьюнингов, ничего вот этого дерьма, ничего даже близко не было. Микрофон, который стоял на сцене в малом драматическом театре. Витя перед микрофоном. В наушниках раз и спето. Все. И спето идеально. Сложные, сложные мелодии, точные. Не просто там в гармонии какой-то бубнешь, а конкретная мелодия, написанная по аккордам, поперек аккордов. Все как правильно все сделано. И вот так на раз взял и спел. Ребята, я много раз был в студии, много раз видел, как работают известные, мощные артисты. Сам писал, сам пел. Я вам скажу, что такого я вообще не встречал никогда. Тогда это было в порядке вещей. Пришли, спели и все, записали. А то, что писали у Вишни, да, да, за свои песни я продолжу говорить, что это была, конечно, потрясающая наглость. Валерка Кириллов приехал, которого мы не знали вообще. Я позвонил ему, мне дали телефон, дал его барабанщик группы «Пепел» мне. Вот я позвонил Валерке, говорю, Валера, здравствуйте, вот я группа кино. А, я знаю, 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 да. Говорю, вот у нас сейчас студия есть, можно записаться. Ты бы не мог поиграть на барабанах с нами? Прямо на запись сразу. Говорит, мог бы. Я говорю, одна проблема, у нас барабанов нет. Валера говорит, а я привезу. Мы на такси привез свою ударную установку. Мы его подняли в Малый драматический театр. Время было ночное. Мы приехали ночью. Андрей Кусков, звукорежиссер, театр нас туда пустил тайно. Мы расставили барабаны и с лету просто зафигачили, сколько, пять песен. Да, то есть это наглость города берет. И все получилось. Валера сыграл тяжелый рок на фоне песен Вити. Барабаны там молотят. Будь здоров, как? Все, конечно, в каше, потому что записывали очень быстро. Записывали там абы какие микрофоны, абы что. Сводили тоже условно, можно назвать это сведением. Но все слышно, все звучит. Я даже там две гитары наиграл кое-где в песне Лето. Да и не только в песне Лето. Даже я там смог понакладывать гитары. Всякие разные. И все это нагло, на раз, вот так, такой выхлоп, бац, и получилось испето офигительно. Все просто потрясающе. Да и сыграли мы правильно. Все. Если иметь в виду, что это без репетиций, сразу вот так пришли, с одного дубля зафигачили, то все нормально. Да и лет-то нам было сколько. И мы так еще все. А что касается песен Вишни, если говорить о песне Братская Любовь, то сразу вспоминаю я, как Витя учился петь. А Витя учился петь, шляясь по улице вместе со мной и с компанией наших друзей, и пел песни Джона Леннона. Пел песни Битлз и Джона Леннона с сольного. Обожал очень, он пластинку Double Fantasy, пел песни из Double Fantasy и пел ранние битловские песни. Те, что пел Леннон. Он обожал Джона Леннона. Слово обожал, я часто повторяю. Любил Джона Леннона. И старался петь как он. В результате научился. Если вы послушаете Братскую Любовь, там чисто Ленноновские приемы с переходом на фальцет чуть-чуть иногда. Съезд с фальцета обратно, мгновенный, такой быстренький. Прямо вот школа Ленноновская, в чистом виде. Ну, а все остальное, я не знаю, то есть сейчас я с таким удовольствием это все слушаю. Вот ты мог бы, например, песня... Вообще, это такой... Я сказал, что люди, которые сравнивают кино с группой The Cure, не умеют ушей. Правильно я сказал. Правильно. Потому что это не группа The Cure. Это совершенно самодостаточная группа, самодостаточная музыка Виктора. Но стилево здесь... Стилево идет в сторону такой смеси Sux and Benches, Ultravox и Joy Division. По стилю. Никакого плагиата. Ничего. Просто в струе той музыки, которая звучала у нас в ушах в те годы. Начало 80-х годов. Мы перлись на этой музыке. И играли в том же духе просто. Ну, Витя. Витя играл уже. То, что со мной сыграно, это немножко... Это такая битловщина еще. А вот эти вот «Разреши мне...» Братская любовь, она ближе к Лену, но все-таки... А вот «Ты мог бы...» Любовь – это не шутка. «Ты обвела меня вокруг пальца». Вообще фантастические песни. Просто выходит группа и вместе с Joy Division играет концерт. И неизвестно, кто еще, так сказать, лучше будет выглядеть на сцене. Потому что это просто полный кайф. В общем, пластинка шикарная. Я не знаю, раритетная она или не раритетная сейчас, но... Она, на мой взгляд, не от того, что я там играю, а от того, что Витька шикарно там поет. Просто легко, свободно и очень правильно. Я не знаю, раритетная она или нет, но я всем ее советую послушать просто. Ругайте потом, говорите, что это Joy Division, что это The Cure, что все косяки там на гитаре. Там все... Абсолютно наплевать. Потому что это великие песни, спетые классным артистом. Все, я пошел пить. Пока.